Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях руководитель управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова. Татьяна Львовна, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Татьяна Львовна, очень важный вопрос, которому придает очень важное значение – это распространение персональных данных. Почему сейчас акцентируется внимание именно на этом? Персональные данные – это то, что изначально принадлежит конкретно субъекту. И с развитием информационных технологий, с развитием массовых коммуникаций, сохранение персональных данных, их уникализация приобретает большое значение. Во-первых, с помощью современных технологий с этими персональными данными можно произвести достаточно много мошеннических действий, которые могут принести как физический, так и экономический вред конкретному субъекту. Поэтому сохранение, защита и порядок распространения этих персональных данных уделяется достаточно большое значение. Именно поэтому федеральный закон о персональных данных сейчас становится одним из самых актуальных законов, которые необходимо соблюдать при массовых коммуникациях. Ну то есть, получается, вы как управление Роскомнадзора следите, чтобы они не распространялись, но и сами люди должны следить за тем, чтобы не оставлять везде свои данные, свой номер паспорта, дату рождения, телефоны, да, вот как-то вот это? Ну, нельзя сказать, что мы следим за тем, чтобы они не распространялись. Мы следим за тем, чтобы они не распространялись с соблюдением требований законодательства. То есть, если существует оператор, то есть какое-то юридическое лицо, которое обрабатывает персональные данные, и существует требование, которым этот порядок обработки должен соответствовать. Вся эта информация находится на сайте Роскомнадзора, и если юридическое лицо является обработчиком персональных данных, оно должно предпринять определенные действия для того, чтобы соблюсти требования из закона. А что отношение граждан, конечно, самая основная просьба, для того, чтобы соблюсти свою информационную безопасность, безопасность своего личного кошелька, то есть экономическую безопасность, безопасность ваших персональных данных, поменьше распространяйте эти персональные данные как в сети интернет, так и при общении с различного рода торговыми организациями, кредитными, финансовыми организациями. То есть распространяйте свои персональные данные в пределах разумного, никакой излишней информации о себе желательно не распространять на сторону. Татьяна Львовна, ну вот вопрос, наверное, который волнует очень многих родителей, школьников, детсадовцев, да, вот когда приходишь в детский сад, приходишь в школу, просят подписать заявление на, и в больнице, кстати, такое бывает, да, заявление на обработку персональных данных. Кто-то отказывается, кто-то подписывает. Вот что это за персональные данные могут быть обработаны, да, вот и какие там данные можно оставлять? Ну, во-первых, сейчас согласие на обработку персональных данных более-менее приведено в порядок во всех учреждениях, но это зависит от того, какая цель обработки данных персональных данных, ребенка в частности. Пока ребенок сам несовершеннолетний и не является полноценным гражданином, ответственность за обработку его персональных данных и согласие на эту обработку дает либо родители, либо граждане, которые несут ответственность за этого ребенка. Ну и в школах, когда вы подписываете подобного рода согласие на обработку, прежде всего смотрите на положение. Во-первых, на какой срок дается подобное соглашение? Конечно, когда нам написано бессрочно, естественно, что уже возникает вопрос, а с какой целью школа берет согласие на обработку персональных данных ребенка бессрочно, то есть понятно, что только на период обучения. И еще обратите, пожалуйста, внимание, есть ли в этом согласии ваше разрешение на передачу этой информации третьим лицам. То есть, проще говоря, если школа, например, дает информацию в газеты, на телевидении, на радио, о каких-либо мероприятиях, которые проходят с участием вашего ребенка, вправе ли оно отдать эту информацию с указанием конкретного класса, школы, фамилии, имени этого ребенка, необходима ли эта информация для такого широкого распространения. Может быть, достаточно ограничиться именем ребенка или достаточно ограничиться фамилией, то есть чтобы не было возможности полностью идентифицировать вашего ребенка по информации, которая будет распространяться в массовых коммуникациях. Татьяна Львовна, мы поговорили об учреждениях, о школах, о медицинских учреждениях. Как СМИ должно соблюдать закон о защите персональных данных? Пока таких строгих требований к СМИ, конечно, нет. Но вообще на будущее с возрастанием юридической грамотности граждан будет возникать такая опасность, что если в случае, когда гражданин не будет согласен с той интерпретацией событий о нем или информации о нем, которая размещена в СМИ, и у СМИ не будет согласия на передачу этих персональных данных широкому кругу лиц, то вполне возможно, что средства массовой информации может привлечь к ответственности за незаконное распространение персональных данных о конкретном гражданине. А значит ли это, что теперь СМИ, корреспондент, журналист, который выходит на улицу или приходит на какое-то мероприятие, должно подписывать с человеком согласие на обработку? Ну, вообще мой совет, если вы берете на улицу комментарии по какому-либо поводу конкретного гражданина, а потом в субтитрах указываете конкретно, что это Иванов, Петр, гражданин, житель города Чебоксары, вообще на всякий случай подстраховаться бы не помешает. То есть просто берете в согласие на обработку, ну, по крайней мере, согласие на представление информации об этом гражданине в данной передаче. То есть это на короткий срок. Подстраховаться, я думаю, не помешает. Давайте поговорим немного об информации, запрещенной к распространению в интернете. Какой существует механизм выявления, блокировки и контроля в данной сфере? Да, сейчас действительно большое внимание отделяется информации, запрещенной к распространению, в том числе и в интернете. Механизм выявления подобной информации, он уже разработан, работает уже несколько лет. Существуют и законы, которые определяют категории информации, запрещенной к распространению. На сегодняшний день их пять видов, которые блокируются при распространении в интернете без решения суда. И несколько десятков уже категорий информации, которые признаются запрещенным к распространению по решению суда. Существует реестр запрещенной информации, в который вносятся адреса сайтов, на которых размещена запрещенная информация. Этот реестр ежедневно выгружается операторами связями, оказывающими услуги по доступу в интернет, которые обязаны блокировать всю информацию, которая запрещена к распространению в интернете. Мы, как регулятор управления Роскомнадзора, в том числе и по Чувасской Республике, и территориальное управление Роскомнадзора на всей территории Российской Федерации, осуществляют контроль за исполнением операторами связи, блокировки запрещенной информации. Для этого существуют программные и аппаратные комплексы, которые установлены у операторов связи, и они постоянно отслеживают, блокируют операторы, весь перечень запрещенной информации, внесенный в реестр или нет. За это предусмотрена административная ответственность, достаточно серьезная. На сегодняшний день этот механизм работает, и он достаточно эффективен. По крайней мере, ежедневно процент незаблокированной информации достигает каких-то сотых долей процента. Но это чисто технические проблемы, которые также решаются операторами связи. Датьяна Ивановна, а что необходимо делать родителям, чтобы защитить детей от негативной информации, которая появляется в интернете? Ну, прежде всего, знать, какую информацию ребята получают из интернета. Для этого необходимо, как бы это печально не звучало, наверное, более пристально вникать в ту информацию, которая хранится на гаджетах ваших детей. Гаджеты, тем более, оформлены на ваше имя, ребенок не имеет права заключать договор с оператором связи. То есть вы должны знать, на какие социальные сети, на какие странички в интернете ходит ваш ребенок, с кем он общается, кто является его партнером при выходе в интернет, с кем он проводит время в интернете, на какие темы разговаривает, какого рода сообщения и информацию получает, в какие игры играет. По большому счету, конечно, это тотальный контроль за тем, как ребенок себя ведет в интернет-пространстве. Но поверьте мне, это одна из гарантий безопасности вашего ребенка. И судя по последним тенденциям, которые сейчас распространяются в интернете, это в том числе и гарантия физической безопасности вашего ребенка, не только моральной и психологической. Давайте немножко к другой сфере деятельности вашего управления. Вот сейчас прошла информация, что в Чувашии закрыты несколько СМИ. И общественность этот вопрос очень сильно волнует. Ну, это элементарная работа по актуализации реестра средств массовой информации. Как вы знаете, к любому избирательному процессу, к любой избирательной кампании открываются новые СМИ. Как только они решают свои задачи, то есть избирательная кампания завершилась, СМИ прекращают свою деятельность. На сегодня существует два способа закрытия СМИ. Первый – это по решению учредителя. Когда учредитель решил, что СМИ свою функцию, свою миссию исполнил, он его закрывает по заявлению, которое к нам поступает. И мы уже просто исключаем из реестра данное средство массовой информации. Но иногда учредители забывают о своем детище, год не выходят средств массовой информации. После этого мы выступаем с исковым заявлением в суд о прекращении свидетельства о регистрации СМИ. То есть это достаточно рутинный процесс, никакой политической подоплеки там нет. То есть, грубо говоря, убираем мертвые души? Да, да. Спасибо большое, Татьяна Вовна, за беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «По существу» была Татьяна Евдокимова, руководитель управления Роскомнадзора по Чувашии. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»